Спасибо большое, Светлана Анатольевна, во-первых, за приглашение, во-вторых, за возможность осветить все события за 20 минут по иммунотерапии. Конечно же, это неподъёмная задача, потому что за один год произошло столько многого в этой области, что, конечно же, требуется отдельная специальная конференция, чтобы разложить по полочкам всю иммунотерапию. Поэтому я не буду говорить о новых событиях, которые были представлены на АСКО, и о препаратах, которые там показали себя и ещё не зарегистрированы. Я не буду говорить о некоторых апдейтах для других препаратов. Я буду говорить только о препаратах, которые были зарегистрированы за текущий год по различным показаниям. Итак, какую тенденцию за период мая 2020 года и июнь этого года для себя я видел? Первое — это ускорение темпов регистрации новых препаратов и показаний для иммунотерапии. Это существенное расширение портфеля препаратов. Кроме того, появляются новые препараты уже локальные. Например, несколько препаратов в Китае — антипиди-1, антипиди-1, российские препараты и так далее. То есть существенно расширяется портфель. Не только три компании, уже даже более крупные санафи выводят свои препараты. И в будущем мы можем ждать большой набор иммуно-онкологических препаратов. Третье — это переход в одевантные, неодевантные режимы. Например, на пленарной сессии АСКО были представлены результаты исследования для пембролизумаба в одевантном режиме для рака почки. Уверен, что он будет зарегистрирован, но пока ждём. Четвёртое — это новое одобрение для терапии метастатического рака. И пятое — сейчас мы уже имеем новые апдейты по продолжительности жизни с периодом наблюдения 4-5 лет и более, что также интересно и показывает нам эффективность иммунотерапии. Я суммировал все регистрации FDA за 2019-2020 год и за 2020-2021 год. Синяя кривая — это все одобрения новых препаратов или новых показаний для уже известных препаратов. Год назад мы имели 29 одобрений. Сейчас, вот в период май-июнь, уже было одобрено 47 новых препаратов и показаний. Кривая стремится вверх. Если мы говорим об иммунотерапии, то в прошлом году было одобрено 11 показаний, в этом году — 18 показаний. И мы видим, что вклад иммунотерапии в общее количество одобрений абсолютно стабилен. 38% всех одобрений приходится на иммуноонкологию. Соответственно, конечно, это революционная эпоха для иммуноонкологии и для других препаратов. Теперь сосредоточимся на определенных показаниях. Итак, опухоли желудочно-кишечного тракта. Это была неприступная крепость. Многие годы ничего практически не происходило в этом разделе. Иммуноонкология пыталась заходить, но результаты исследований были несколько негативны. Сейчас появились новые данные, новые исследования, которые привели к регистрации препаратов. Рак желудка, первая линия терапии. Последнее одобрение в целом, как для хир положительного, так и для хир отрицательного рака, был тросозумаб в 2010 году. То есть 11 лет назад было последнее одобрение. В этом году была одобрена комбинация ниволумаба и химиотерапии у пациентов с HER2 негативным статусом. Это одобрение было основано на результатах рандомизированного исследования Checkmate 649, в котором комбинация нива и стандартной химиотерапии сравнивалась только с химиотерапией. Главными критериями была общая выживаемость или выживаемость без прогрессирования у PD-L1 позитивных пациентов. Ниже представлены результаты. Исследование соответствовало главному критерию. У пациентов с экспрессией PD-L1, SPS, показатель более 5, мы видим достоверное отличие. Риск смерти снизился на 29%. Пи меньше 0,0001. Кроме того, в общей когорте пациентов, вне зависимости от статуса PD-L, исследователи также увидели преимущество комбинации нива и химиотерапии по сравнению с химиотерапией в первой линии терапии метастатического рака желудка. И Евдей одобрила в общей когорте данную комбинацию. Рекомендации NCCN говорят о том, что использовать комбинацию надо все-таки у экспрессирующих PD-L1 пациентов. Но одобрение мы имеем на всю когорту больных с метастатическим раком желудка. Второе показание – это уже HER2 позитивный рак, первая линия. Последнее одобрение для этого также тростозумаб 2010 год. В этом году месяц назад Евдей одобряет комбинацию пембролизумаба, тростозумаба и химиотерапии на основании исследований Keynote 811, где эта комбинация сравнивалась с плацебо, тростозумабом и химиотерапией. Главными критериями была общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования у HER2 позитивных пациентов. Не дождавшись результатов общей выживаемости и времени контроля над болезнью, Евдей ускоренно одобряет эту комбинацию. На АСКО были представлены результаты ответов на терапию. 74% больных ответили на комбинацию метастатический рак желудка, подчеркиваю. В 11% случаев было полное излечение, все метастазы ушли по сравнению с 3% на стандартном тростозумабе. Соответственно, вот такие революционные данные по ответу позволили ускоренно зарегистрировать комбинацию в первой линии HER2 позитивного рака желудка. Рак пищевода. Опять же, сложная опухоль. Десятилетия ничего не происходило для этой опухоли, но изменения начались. И начались с ранних стадий. Вторая и третья стадии рака пищевода, аденокарцинома или плоскоглеточный рак. Эти пациенты принимали участие в исследовании Checkmate 577. Им проводилась резекция R0, затем химия-лучевая терапия, но у них была остаточная опухоль. В этом случае они рандомизировались в группу Нивулумаба, либо в группу Плацебо. И уже здесь критерием эффективности была безрецидивная выживаемость. Я люблю кривые в иммуно-онкологических исследованиях. Посмотрите, они расходятся на всем протяжении. Нету сужений кривых при длительном наблюдении. И мы видим, что риск прогрессирования снижается на 31%. Медиана общей выживаемости без прогрессирования, безрецидивной выживаемости на Нивулумабе составляет 22 месяца. У пациентов, у которых очень высокий риск прогрессирования. Соответственно, FDA одобряет Нивулумаб в условно-адювантном лечении после химия-лучевой терапии у пациентов 2-3 стадии рака пищевода. Если пациент всё-таки имеет метастатический рак пищевода, что сейчас мы ему можем назначить в первой линии терапии? В первой линии мы можем назначить пембролизумаб в комбинации с химиотерапией на основании исследований Кейнот 590. Главными критериями были общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования как у пациентов, экспрессирующих PD-L1, так и у всех пациентов. В этом исследовании показано, что риск смерти, это общая выживаемость, снижается на 27%. Отличия со стандартной группой химиотерапии были высоко достоверны. Выживаемость без прогрессирования также сработала в пользу комбинации пембролизумаба и химиотерапии. Риск прогрессирования снижается на 35% в этой когорте. FDA одобряет пембра и химиотерапию в первой линии метастатического рака пищевода. Что делать, если пациент с метастатическим раком пищевода получил первую, вторую линии химиотерапии? В этом случае мы можем назначить Ниволумаб. И наше назначение будет соответствовать результатам исследования Attraction-3, где Ниволумаб во второй линии после флатина и вторпирамидинов сравнивался с доцитокселом или патвитокселом. Общая выживаемость была главным критерием в этом исследовании. Ниволумаб достоверно снизил риск смерти. На 23% отличия с химиотерапией были также достоверны. Соответственно, последующая терапия метастатического рака пищевода – это тоже иммунотерапия. Суммируем в рекомендации рак желудка. Первая линия – ХЕР-2 негативные пациенты. Мы можем назначать Ниволумаб с химиотерапией. Первая линия – ХЕР-2 позитивные пациенты. В рекомендации пока нет одобрения, было месяц назад, еще не успели пересмотреть. Пембровизумаб, тростозумаб, химиотерапия. Вот так серьезно изменились рекомендации по лечению рака желудка. Не менее серьезно изменились рекомендации по лечению рака пищевода. В послеоперационном периоде, после химиолочевой терапии, мы можем назначать Ниволумаб у этих пациентов. Если пациенты прогрессировали, то в первой линии мы можем назначить кембровизумаб и химиотерапию, а во второй и последующих линиях – Ниволумаб после стандартной химиотерапии. Другие опухоли – рак печени. Опять же, в этом году произошло, на мой взгляд, революционное изменение на основании исследования Аймбрейф-150. В этом исследовании отезовизумаб и бивоцезумаб изучались в первой линии терапии рака печени. Всегда был стандарт серафени. Так вот, с этим стандартом комбинация и изучалась. Медиан общевой выживаемости до сих пор на отеза и бивоцезумаб не достигнута. Но мы знаем, что риск смерти снижается на 42%. Метастатический рак печени при использовании данной комбинации. Второй главный критерий была выживаемость без прогрессирования. И также эта точка сработала. Риск прогрессирования снижается на 41%. Две ку-праймари эндпоинт были достигнуты в этом исследовании. Атеза и бивоцезумаб были зарегистрированы FDA. Что же делать у пациентов, которые все-таки получили серафени в первой линии терапии? У них мы можем назначить комбинацию дниволумаба и эпилеумаба на основании исследований Checkmate 040, которое показало, что данная комбинация приводит к высокой частоте ответов. И эти ответы длительные. Некоторые пациенты имели длительность ответа 31 месяц. Соответственно, как в первой, так и во второй линии мы имеем теперь иммунотерапевтические опции для лечения рака печени. Еще одно революционное изменение – это терапия клоректального рака. Опять же, мы говорим о первой линии. На протяжении уже многих лет стандартом первой линии является бивоцезумаб, либо анти-ИНЖФР, антистилация, токсимаб, анитумумаб. И все мы обсуждаем. Одно заменит на другое. Различные режимы химиотерапии, плюс-минус, то, другое. Но ничего кардинально нового не происходило до последнего времени. До получения результатов рандомизированного исследования третьей фазы КНОД-177, в котором приняли участие 307 пациентов. Что это были за пациенты? Это были пациенты с генетической нестабильностью, микросателитной нестабильностью. 40% всех больных с клоректальным раком имеют эти изменения. Соответственно, пациенты получали пембролизумаб в монорежиме, подчеркиваю, без химиотерапии. Либо вторая группа стандарт химиотерапии, плюс-минус, сутоксюмаб и водозумаб в зависимости от статуса. Главными критериями была общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования. Что же мы имеем? Выживаемость без прогрессирования уже была достигнута. Мы имеем снижение риска прогрессирования на 40%. Кроме того, что очень интересно, токсичность монотерапии пембролизумаба существенно на 20% ниже, чем стандартная терапия. FDA незамедлительно до получения результатов общей выживаемости зарегистрировала пембролизумаб. Соответственно, если у пациента есть MSI, в первой линии до какого-либо лекарственного лечения мы можем назначить пембролизумаб, и это приведёт к снижению риска прогрессирования и меньшей токсичности. Да, кроме того, посмотрите на глубину ответов. Это тоже даёт пембролизумаб по сравнению с такой выраженной цитотоксической химиотерапией. И все ответы были существенно дольше, чем на химиотерапии плюс-минус антитела. Соответственно, для рака печени имеем новый стандарт это татезолизумаб в первой линии терапии, ниволумаб во второй линии терапии после сарафениба. Для колоректального рака мы имеем изменение первой линии с включением пембролизумаба у пациентов с MSI-хай. Перейдём на мелкоклеточный рак лёгкого. Казалось бы, уже столько для него изучено. Уже есть линейка препаратов, к чему мы можем ещё стремиться. В течение этого года была зарегистрирована по двум показаниям комбинация ниволумаба и пеллиумаба. Одна когорта — это экспрессирующая PD-L1, другая когорта — это неэкспрессирующая PD-L1, но в комбинации с химиотерапией. Чем интересна когорта экспрессирующая PD-L1? А интересна она тем, что для всех других препаратов в случае экспрессии более 50% PD-L1 мы можем использовать иммунотерапию. В случае Нива-ИПи экспрессия должна быть более 1%. То есть существенно расширяется когорта экспрессантов при назначении этой комбинации. Результаты впечатляют, и они основаны на… Одобрение в ДИИ основано на результатах исследования Checkmate 227 — крупнейшее исследование 1189 пациентов. Это были пациенты без мутаций и с экспрессией PD-L1 — 1 и более процент. Нива-ИПи сравнивались со стандартом платиновым дублетом, и общая выживаемость была главным критерием. Опять же, кривые разошлись, опять же, результаты высоко… Отличия высоко достоверны, и риск смерти снижается на 21%. Нива-ИПи-ИПи одобрены у пациентов с экспрессией PD-L1 более 1% в первой линии терапии рака лёгкого. На АСКО в прошлом году были уже представлены результаты трёхлетнего наблюдения. Мы видим, что они, опять же, впечатляющие. Кривые не сходятся, а разница между ними сохраняется. 33% против 22% для химиотерапии. Вторая комбинация — Нива-ИПи и химиотерапия у пациентов без экспрессии PD-L1. Химиотерапия в данном режиме используется в редуцированном режиме, то есть это всего два цикла, плюс иммунотерапия, по сравнению со стандартными четырьмя циклами с платиновым дублетом. Медиан общей выживаемости, опять же, лучше для комбинации. Риск смерти снижается на 34%. Комбинация Нива-ИПи химиотерапии одобрена вне зависимости от статуса PD-L у пациентов с одним лококлеточным раком лёгкого, не получавших лечения. Атезоризумаб также был одобрен, но уже у PD-L1 позитивных пациентов. Он изучался в первой линии терапии у пациентов с экспрессией более 50%, если мы говорим об опухолевых клетках, и более 10%, если мы говорим об иммунных клетках. Сравнение было со стандартной химиотерапией. Опять же, кривые разошлись, и вот я жёлтым выделил, риск смерти снижается на 41%. Опять же, мы апеллируем уже очень большими цифрами снижения риска по каждому направлению. Соответственно, мы можем верить в статистическую разницу этих исследований. Что ещё интересно было доложено НАСКО в этом году по анализу всех исследований EMPOWER, это где был атезоризумаб, в том, что иммунная токсичность влияет на эффективность, вернее, не влияет, а ассоциировано с эффективностью. То есть, если у пациента есть иммунная токсичность, скорее всего, препарат окажется эффективным. То же самое было показано для неволумаба и пеллиумаба. Это очень интересно, и мне кажется, это дальше надо изучать, это какой-то предиктор. Если вам не нравится слово EMPOWER, в линейке исследований с атезоризумабом появилось слово EMPOWER, ЛАНК-1, который относится к новому препарату ЦИМИПЛИБАБУ. Он уже был одобрен для рака кожи, сейчас он одобрен для ПДЛ-1 позитивных больных с немелкоклеточным раком лёгкого. В этом исследовании эти пациенты, не получавшие ранее лечение и имеющие экспрессию ПДЛ-1 более 50%, сравнивали с химиотерапией. Всё точно так же, кривые разошлись, риск смерти снижается на 43%. Из исследования в исследование мы видим снижение этого риска. У нас появился ещё один препарат, который используется у больных в первой линии немелкоклеточного рака лёгкого. Суммируя изменения для рака лёгкого, у пациентов с экспрессией ПДЛ-1 1% больше, мы можем назначить комбинацию НИВА и ИПИ. У пациентов с экспрессией ПДЛ-1 более 50% мы можем выбрать между отезовизумабом и цемиплимабом, плюс уже зарегистрированными препаратами кембризумабом. У пациентов с отсутствием ПДЛ-1 мы можем назначить НИВА и ИПИ и редуцированную химиотерапию в два раза. Вот такие изменения произошли для рака лёгкого. От рака лёгкого к мезотелиоме. Опять же, 15 лет никаких изменений для мезотелиома не было, и вот они произошли в этом году. Была одобрена комбинация НИВА и ИПИЛИОМАБа на основании исследований Checkmate 743. Опять же, позитивное влияние на общую выживаемость. И новый стандарт первой линии терапии – НИВА и ИПИ. От мезотелиомы к меланоме. Как же без неё? Для меланомы в этом году была одобрена первая тройная комбинация с таргетными препаратами, если мы говорим о бера в позитивной меланоме. Это первая линия. Я не буду долго об этом говорить. Среди нас уважаемые эксперты, они могут это прокомментировать, но отезолизумаб, вемурафениб и кобиметениб были зарегистрированы по первичной конечной точке выживаемости без прогрессирования у пациентов с бера в позитивной меланомой. Переходим на онкоурологию. У меня осталось 2 минуты, я постараюсь быстро. Здесь наблюдается в целом беспрецедентное увеличение продолжительности жизни. Новые комбинации и при длительном наблюдении также дают результат. Что случилось? Зарегистрирована новая комбинация НИВА и Кобазентениба. По результатам исследования третьей фазы Checkmate 9 и R. Крупные исследования, первая линия терапии, сравнение со стандартом Сунитениба. НИВА. Главный критерий была выживаемость без прогрессирования. Риск прогрессирования снизился на 49% с использованием НИВА и Кобазентениба. Хочу подчеркнуть, что во всех группах прогностических был эффект. Соответственно, рекомендации НССЕН уже изменились. НИВА и КАБА включены по всем прогностическим группам. Общая выживаемость не была главным критерием, но она также сработала. Риск смерти снизился на 40%. И посмотрите на частоту ответов. 56% больных ответили на НИВА и Кобазентениб. Другие комбинации, которые уже были зарегистрированы для лечения рака почки. НИВА и ПИЛИУМА. Промежуточный и плохой прогноз. Первая линия. Мы получили данные в этом году длительного наблюдения. 48-месячного наблюдения. Видим снижение риска и эффективность во времени данной комбинации. Комбинация ПЕБРА и ЗУМА по Аксетенибе была зарегистрирована у пациентов вне прогноза. Хотя боль лучше имеет эффект у промежуточного плохого прогноза. И мы тоже на АСКО. Несколько недель назад были представлены отдаленные результаты. И продолжается снижаться риск при получении данной комбинации. То есть с уверенностью мы можем уже назначать за 4 года вот эти комбинации. Мы видим, что они продолжают быть эффективными. И НИВАЛУМА. Во второй-третьей линии терапии мы имеем 5-летнюю общую выживаемость, которая составила 26%. Первый препарат, который для рака почки изменил 5-летнюю общую выживаемость. НИВАЛУМА. Метастатический рак мочевого пузыря. На белых ночах в первый день представляли результаты нашего исследования. Мы видим, что иммунотерапия существенно влияет на общую выживаемость у больных с метастатическим раком мочевого пузыря, которые не получали никакое лечение. Достоверно, серьёзно, кривые расходятся. Соответственно, нам надо поддерживать принципы назначения иммунотерапии у этих пациентов. И наилучший с позиции общей выживаемости подход — это АВИЛУМА в поддержке. Если пациент не имел ранее лечение, то есть первая линия терапии, получил химиотерапию, остался без прогрессирования или имеет стабилизацию, вот тут мы можем в поддерживающей терапии назначать АТЗРЗУМА. Почему? Потому что медиана общей выживаемости 21 месяц, а если мы ничего не делаем, что является стандартом, то медиана — 14 месяцев. То есть в два раза увеличение продолжительности жизни пациента. Я думаю, что комментарии излишни. АВИЛУМА – стандарт, поддерживающий линии терапии. Итак, что произошло за год в иммунотерапии солидных опухолей? Невероятный прогресс с изменением 19 рекомендаций по лечению. Спасибо. Продолжение следует...